Если говорить с точки взаимодействия, не только в рамках кантаты, а в принципе работают яркие, но простые механики. Зритель, пользователь в хорошем смысле ленив, поэтому для того, чтобы заставить его действовать, нужно сделать что-то ярко, но при этом предложив ему максимально простой путь. Всеми возможными и невозможными способами. Понятно, что на основе данных Mediascope мы всегда для любой рекламной кампании делаем pre-post campaign. Что касается диджитал ресурсов, мы также делаем собственную аналитику, мы разрабатываем сейчас более глубокие инструментарии для понимания того, как влияют наши диджитальные рекламные кампании на ROI. Огромное внимание уделяем нашим соцсетям и сообществам наших ресурсов в соцсетях, потому что это и большая аудитория, и большой объем данных. Плюс отдельно хотела сказать, что мы всегда за диалог с клиентом и безумно счастливы и радуемся, как дети, когда клиент делится с нами своими результатами. Вернее, делится с нами результатами наших совместных рекламных кампаний. Это очень важно. Прям хотела обратиться ко всем, давайте сделаем наш медиарынок чуть более прозрачным. Откройте нам чуть больше данных. Мы ведь находимся в одной лодке. И тогда, если мы будем получать больше данных, больше KPI по нашим рекламным кампаниям, мы сделаем наши же продукты для наших клиентов эффективнее. И от этого выиграют абсолютно все. Кантата – это ведь не типовой рекламный инструмент. Это не типовое рекламное предложение. Это, как я говорила на сегодняшнем выступлении, это фактически отдел креативщиков и крутых аккаунтов, которые объединяют в себе все медиа-активы Газпром-медиахолдинга. Поэтому Кантата в первую очередь про решение задач, в том числе сложных, будь это охват или перформанс. Кстати, история с перформансом хорошо олицетворяет тот кейс, про который я рассказывала Алиэкспресс, там, где нужно было взаимодействовать, либо как в первой рекламной кампании с использованием технологии Shake Shake, либо как в нашем во втором флайте с использованием промо-кодов. Фактически наш клиент онлайн видел конверсию от размещений и на телеке, и в диджитале. Поэтому и про охват, и про перформанс – все зависит от задачи. Нет, но не потому что мы жадные. Потому что, так как мы про сервис, про сервис от А до Я, начиная от разработки креатива, заканчивая финальным пост-кампейн, мы просто не сможем это контролировать. Мы хотим отвечать за тот продукт, который мы продаем, тот продукт, который мы советуем нашим рекламодателям. В рамках наших медиаресурсов мы же ведь не создаем какой-то виртуальный креатив. Когда мы креативим, мы креативим для конкретной платформы, для конкретной программы. И мы знаем абсолютно точно, кто и как, какими руками будет этот креатив в итоге реализовывать. Такой просто такой уровень коммуникации, он невозможен ни на наших активах, ни внутри Газпром медиахолдинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова